Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем очередном видео. Заседание ОПЕК, что происходит с коронавирусом, об этом и многом другом поговорим сегодня. Ну а перед началом, напоминаю, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие трансляции. Итак, наверное, к ключевому событию минувшего выходных ОПЕК плюс на экстрем заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами. Однако, общее снижение составит не 10 миллионов баррелей, как планировали в сутки, а 9,7 миллионов баррелей, потому что Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тысяч баррелей. Об этом ТАСС сообщил два источника, участвующих в переговорах. Затем эту информацию подтвердили также ряд министров ОПЕК в социальных сетях. Новое соглашение предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае-июне на 9,7 миллионов баррелей в сутки, в июле-декабре на 8 миллионов баррелей, в январе 2021 апреля 2022 года на 6 миллионов баррелей в сутки. В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу до 8,5 баррелей в сутки. Все остальные участники будут сокращать добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Ну а в декабре 2021 года условия могут быть пересмотрены и следующее заседание стран ОПЕК плюс состоится 10 июня 2022 года в формате вебинара. Ну на самом деле это мы ожидали, то есть конечно рынки предполагали, что мы сможем, ну точнее страны ОПЕК плюс могут договориться об этом. И нефть немного подрастала, но фактически когда мы с вами дойдем до графика, мы с вами чуть ближе об этом поговорим и посмотрим, как же нефть среагировала и стоит ли на текущий момент ожидать коррекции. Ну вообще важно понимать то, что то снижение, о котором договорились, оно сейчас несоизмеримо, ну по крайней мере по разным оценкам с тем, насколько падает спрос на нефть. То есть под разным оценкам это может быть от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки. То есть фактически даже если снизить настолько, то рынок все равно будет перенасыщен, так как только спустя какое-то время эти требования вступят в силу. То есть рынок уже успеет насытиться тем той нефтью, которая есть и не сможет ее просто реализовать. Ну а для того, чтобы понять в принципе дальнейшую динамику того, как это будет происходить, давайте вернемся к коронавирусу и обсудим, что происходит на текущий момент в различных странах. В понедельник правительство Великобритании пересмотрит карантинные меры, введенные еще 23 марта. О, конечно, послаблении пока речи быть не может, так как смертность в стране остается достаточно высокой. Ряд министров также предлагает напротив ужесточить карантин, так как для британцев, по их мнению, слишком вольно трактуют разрешение выходить из дома на прогулку или для зарядки. То есть, ну собственно, подобные меры могут проходить везде. Вот, например, Финляндия уже сообщила о продлении карантина до конца мая и вполне вероятно, что ряд стран к этому также присоединятся. Хотя, напротив, другие страны начинают потихоньку возвращать бизнесы к жизни, потихоньку открывать, выпускать людей на улицу, что называется. Но, тем не менее, пока общий тренд у нас сохраняется по распространению вируса на восходящее, что называется. Ну, а президент Франции Мануэль Макрон выступит с обращением к нации, в котором сообщит о дальнейших мерах по сдержанию коронавируса. Ожидается, что строгий карантин в стране, объявленный до 15 апреля, будет снова продлен и ежедневное число умерших во Франции снова начало расти после нескольких замедлений. Ну, теперь давайте глянем на то, что на текущий момент происходит в мировом выражении, в мировой картине для того, чтобы понимать общую тенденцию и общее настроение, которое сейчас преобладает. Ну, собственно, сейчас мы с вами видим то, что общее количество зараженных уже приближается к 2 миллионам. Я думаю, что эта цифра не заставит себя долго ждать, особенно учитывая тот факт, что за день ей прирост порядка 75 тысяч. То есть здесь мы можем за три дня приблизиться к 2 миллионам, может, еще быстрее. Особенно здесь важно понимать, что сейчас мы видим некоторые замедления в распространении. То есть пик приходил на 4 апреля, 101 тысяча, и вот пока мы эту планку не переписали. То есть мы видим некоторое ослабление, но, тем не менее, пока общее количество зараженных все-таки увеличивается, но нет такого же прироста, как было. То есть это, безусловно, довольно-таки хороший тренд. Соответственно, по США сейчас лидирует это порядка 550 тысяч на текущий момент зараженных, но мы с вами видим то, что количество тестов было проведено, конечно, колоссально. 2 миллиона 800, собственно, тестирует практически всех, всех, кого можно, и уделяет этому очень большое внимание. Поэтому, собственно, и количество выявленных случаев, оно тоже остается довольно-таки высоким. Ну и, собственно, дальше уже тройка остается прежней. Это США, Испания, Италия, затем Франция, Германия, и к ней приближается Великобритания. То есть уже остается Китай позади. Поэтому вот сейчас все то, что мы на текущий момент рассматриваем, это важно смотреть в общем контексте. То есть, опять же, пока не пойдет восстановление мировой экономики, нефть вряд ли сможет позитивно реагировать. Но, тем не менее, уже определенные плюсы в этот момент есть. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на текущий момент. Но сегодня у нас также понедельник, поэтому давайте посмотрим, что у нас происходит в календаре. И какие события нам стоит ожидать на этой неделе. Ну, рынок продолжается еще в ряде стран пасхальные праздники. Ряд бирж закрыт. Закрыта Германия, закрыта Франция, Австралия, ну и остальные страны, которые здесь вы видите также в списке. Поэтому понедельник, он, ну, можно сказать, минимальный по количеству участников. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратным. В среду будут опубликованы данные по розничным продажам США и изменения по запасам сырой нефти. Ну, вот, опять же, показатели, которые, наверное, сейчас пристально мы будем следить. Поэтому будем ждать среды и ждать, что будет опубликовано по запасам на текущий момент. Также в четверг решение на строительство будут, показатели выходят по США. Ну, и, пожалуй, все это на этой неделе. Поэтому неделя довольно-таки не насыщена событиями, но нам и так хватает за чем следить. Поэтому давайте посмотрим. Начнем с евро-доллара. По евро-доллару у нас здесь сохраняется тенденция восходящая. На текущий момент мы продолжаем рост по евро. На текущий момент мы обновили сегодня уже локальный максимум. Поэтому здесь, фактически, данное движение у нас сохраняется восходящее. Буду следить, как цена будет торговаться. Уйдем ли еще в одну волну коррекции. Если да, то рассмотрю для себя возможность открытия сделок на продажу. Но пока общее направление здесь рассматриваю как восходящее. Хотя на текущий момент мы находимся в таком, в небольшом боковике. Соответственно, по паре британский фунт, американский доллар. Здесь у нас также сохраняется восходящее движение. Сегодня мы тоже обновили уже локальный максимум. Доллар в США продолжает снижаться по всем активам на текущий момент. Поэтому, если вы находились еще в покупках, то по фунту имеет смысл продолжать держать. Так как мы вышли за рамки конца марта, переписав максимальное значение на 1.24. Поэтому сейчас покупки по британской валюте имеют смысл сохранять. Но будет ли это ложный пробой, мы сможем узнать чуть позже. Поэтому здесь я также не исключаю появление сигнала на продажу. Но для этого нам нужно увидеть, как цена будет себя вести по отношению к предыдущей торговой неделе. Если мы сможем закрепиться ниже минимумов, которые были сформированы в пятницу, то, возможно, дополнительно как один из сигналов на продажу здесь мы сможем получить. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы продолжаем снижаться. Открылись с небольшим гэпом. Но это и понятно. Открылись и, собственно, сейчас мы немножко подрастаем. Но тем не менее общие тренды сохранятся нисходяще. Опять же, если находитесь уже в продажах, то пока имеет смысл держать. В новый заходить пока рановато. Здесь нужно дождаться или коррекции, ну или более затяжного восходящего движения. То есть, если говорить о продажах. По паре американский доллар, японская иена. Здесь продолжается нисходящее движение. Мы обновили сегодня локальный минимум. Пара снижается довольно-таки активно сегодня. Уже прошли порядка 53 пунктов. И общий тренд здесь также, ну, в рамках часового таймфрейма, безусловно, остается нисходящий. Поэтому здесь цели по снижению рассматриваю в области 107-16. Но на текущий момент здесь тоже без позиций. Позиции были бы интересно открывать в начале апреля. Сейчас уже цена двинулась в сторону как раз целевых уровней. И сейчас заходить не самое разумное, на мой взгляд. Поэтому, ну, в принципе, сейчас у меня, ну, последние пару недель были практически без каких-то сделок, без позиций. Поэтому сейчас я уже жду, когда будут появляться интересные возможности на рынке для того, чтобы открывать новые сделки. Потому что пока рынок не дает интересных входов. Ну, по крайней мере, по моей торговой стратегии. Я надеюсь, что у наших слушателей все в порядке. Есть интересные идеи для торговли. По австралийцу у нас здесь сохраняется движение восходящее. Мы немного не можем пока обновить локальный максимум. Но по Австралии сегодня закрыто. Тем не менее, скорее всего, волатильность по инструменту будет низкая. Ну, собственно, то, что мы видели в пятницу. Поэтому здесь пока сложно говорить о том, если появится какой-то сигнал. Потому что участников нет. Поэтому здесь я буду смотреть, как торговля продлится уже завтра, во вторник. То есть, как рынок откроется. Как будет себя вести уже по отношению к торговым дням, которые были сформированы сегодня. Ну, будут сформированы еще сегодня. И, соответственно, в пятницу. По Новозеландцу также мы не видим явной активности. Соответственно, сейчас мы переписали максимальное значение, которое мы видели в конце марта. Движение также здесь восходящее сохраняется. И здесь вполне вероятно может появиться как раз коррекционное нисходящее движение. Но пока его нет. Пока здесь общая тенденция к росту у нас сохраняется. А золото продолжает стремиться к области максимальной значения на 1700. Сегодня уже локальный максимум мы немного обновили. Продолжается восходящее движение. То есть, собственно, по золоту цели движения это 1700-1720 также сохраняются. Как одна из идей. То есть, точно так же пока по золоту здесь у меня позиций нет. Одна из идей это покупать на коррекцию. То есть, когда происходит по золоту коррекция, она завершается. Вот тогда наиболее интересные моменты как раз для входа. По индексу DAX. Ну, здесь мы можем посмотреть только на итог пятницы. Тем более, в пятницу у нас не было видео. Но, тем не менее, сейчас мы с вами видим то, что DAX обновляет локальные максимумы. Мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были сформированы еще с 7 апреля. И общее направление здесь пока сохраняется восходящее. То есть, отыгрывают, отыгрывают очень активно то снижение, которое было. То есть, фактически уже от минимумов DAX порядка 34% подрос. Собственно, сейчас велика вероятность второй волны коррекции. Пока ее многие уже отменили. Многие ее уже не ждут. Но, тем не менее, пока общая ситуация не будет восстанавливаться. Собственно, здесь ее нельзя исключать. Да, рынки заливают ликвидностью. Но, тем не менее. То есть, фактически тот рост, который мы видим сейчас, он происходит из-за того, что слишком много денег, слишком много кэша. И, собственно, это рынок и подтвергает. Продолжают выкупать просевшие акции. Собственно, это и поддерживает фондовый рынок. Ну и по индексу S&P 500. Вот здесь, в противоположном, мы видим коррекцию офлокальных максимумов. То есть, сегодня, сейчас по фьючерсу S&P 500 мы движемся уже по направлению вниз. И, собственно, здесь шарты по S&P я для себя рассмотрю. То есть, я не исключаю пока эту позицию. А, собственно, здесь, ну вот, наверное, по S&P сейчас наиболее интересно. Это тот инструмент, за которым я буду сегодня-завтра пристально следить для поиска как раз интересных точек для входа. Соответственно, если S&P закрывается ниже минимумов, которые были сформированы в пятницу, если мы получим сигнал пробития, то здесь я для себя шорт по S&P как раз рассмотрю. Но пока сигнал не произошло, поэтому здесь остаюсь наблюдателем. Ну а вот теперь бренд. Собственно, здесь картина очень похожа на ситуацию, когда покупай на слухах, продавай на фактах. И, собственно, по S&P 500, то есть, прошу прощения, по нефтемарке бренд, но, в принципе, по всей нефти. Момент, когда Трамп заявил о том, что Саудовская Аравия, Россия мог договориться, рынок вырос на порядка 30-40% и, собственно, по разным типам нефти было несколько разное движение. Но, тем не менее, пока мы этот максимум не смогли переписать, только это видели в пятницу. Но и то картина, собственно, выглядит таким образом, что рынок не понимает, то есть, те договоренности, которые есть, они, безусловно, хороши, но не хороши, чтобы нефть росла дальше. И, собственно, сейчас мы видим то, что нефть уперас в область 31-32 и не может преодолеть, уйти дальше вверх. Собственно, здесь вполне вероятно, что мы можем еще одну волну снижения увидеть. И, предполагая тот факт, то, что то, о чем договорились, пока не сильно повлияет уже на такую ситуацию. Но как ситуация будет развиваться, об этом мы будем следить и смотреть уже в наших следующих выпусках. Ну, а на сегодня это все. С вами был Саков Роман. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну, и мы с вами увидимся в пятницу, увидимся в среду, прошу прощения, и посмотрим, что у нас происходит уже на текущий торговый день. Всем спасибо за внимание, желаю хорошей торговой недели и до свидания.